Группа компании Кипински объявила в открытии в 2012 году еще одного пятизвездочного отеля в Москве, который станет продолжением сети вслед за Балчугом. Рынок пятизвездочных отелей в Москве, на мой взгляд, достаточно наполнен. Он не вызывает такого бурного интереса, как, например, 3-4 звезды. С учетом того количества спортивных мероприятий, которые планируют провести как федеральные власти, так и власти Москвы, все-таки городу не хватает отелей 2-звездочных, 3-звездочных, ну и как крайний вариант 4-звездочный, либо бизнес-класс. Отели 5-звездочные вполне прилично представлены в городе, Рейс-Картон, Рулот и Плаза. В принципе, на мой взгляд, 5-звездочный сегмент уже заполнен операторами, и Балчуг-Кипинский достаточно успешный проект. Группа компаний здесь, мне кажется, выступает не в самой сильной позиции, у них только 5-звездочные отели, и работать на российском и на московском рынке в этом плане достаточно сложно. Они не могут закрывать все сегменты. С учетом того, что интерес к офисам сейчас не такой сильный, как до кризиса, и торговые помещения тоже вызывают определенную стагнацию на рынке, поэтому, в принципе, интересно, что происходит на рынке гостиничных операторов. На мой взгляд, рынок 5-звездочных отелей уже близок к насыщению. То, что Кимпинский открывает второй 5-звездочный отель, говорит о том, что в их сети не представлены 2-3-4-звездочные отели, не работают сети бизнес-класса в среднем сегменте, выбирают только верхний ценовой сегмент. Открытие второго отеля позволит улучшить позиции Кимпинского на московском рынке, но все-таки они недостаточно конкурентоспособны по сравнению с другими сетями, которые имеют более широкую линейку отелей как в Москве, так и в России.